всем привет спасибо вам огромное за то что пишите комментарии к моим монологом к моим вот этим роликом потому что если бы не комментарии я о многом бы забыл на время потом бы конечно вспомнил но на какое-то время забыл например о пластинках боба сигера с большим удивлением я прочитал один из комментариев где человек пишет что вот боб сигер это сила это настоящее и я решил показать все-таки пару пластинок сигера который в нашей стране абсолютно не популярен и довольно мало известен я так скажу я не знаю может быть он широко известен где-то но я не сталкивался с проявлениями такой тотальной популярности боба сигера хотя в соединенных штатах америки откуда он родом из города детройта он был и и и и был и есть в общем если не суперзвезда суперзвездой он был в конце 70-х и восьмидесятые годы но по крайней мере это один из столпов рок-музыки американской и вообще что называется большого рок-н-ролла это известнейшая личность замечательный музыкант певец гитарист автор песен работал он свое время даже с группой иглс восьмидесятые годы его попросили помочь музыканты потому что он он мега звезда в америке и в европе кстати тоже между прочим в европе и в англии как-то вот в россию его музыка проникает и проникала но как-то не пришелся он меломанам отечественным широким слоям отечественных меломанов хотя я представляю как раз самый широкий свой отечественных меломанов но тем не менее в боб сигар что такое за музыка у баба сигара но для начала я скажу что первые альбомы сигара его группа под названием в боб сигар да боб сигар систем это то что называется музыка рабочего класса ну детройт детройт рок-сити помните песню группы кис кстати о группе кис тоже мы в свое время поговорим обязательно вот музыка рабочего класса и странно что она не пришлась по душе отечественным меломаном потому что я утверждаю каждый кто учился в советской школе ну по крайней мере там 60 и 70 и в первой половине 80-х годов каждый кто учился в советской школе является представителем рабочего класса кем бы он ни был профессором астрономом космонавтом биологом поэтом писателем художником все равно он представитель рабочего класса потому что в школе маленький детям а маленькие дети наиболее восприимчивы до впитывают все любую информацию в под корочку заложили что рабочий класс это самая важная прослойка общества но так так была построена система образования в советских школах и поэтому каждый кто учился в те годы советской власти в советских школах является внутри себя представителем рабочего класса чтобы он не говорил те кто это отрицают нагло я нет я не не рабочий класс я аристократ и пью бажале он является латентным представителем рабочего класса что еще хуже хуже это я пошутил в рабочем классе ничего плохого нет я сам работал на заводе в 1979-80 годах и ничего страшного со мной не случилось кроме хорошего на самом деле но кроме хорошего вообще были и частности приятные я например с невского завода на которыми трудился вынес приличное количество квадратных метров полиэтиленовой пленки из которой дома паял пакетики для пластинок полиэтиленовые и засовывание в пластинки пластиковые обложки не трепались но это один из приятных моментов моей работы на заводе но были и другие были и другие на заводе я научился пить портвейн например но кроме того я работал слесарем ребята что все было хорошо вокруг была здоровая рабочая обстановка ну и рабочий класс это же salt of the elf как спела группа the rolling stones это соль земли это то на чем держится вообще наша планета я извиняюсь не на программистах нет 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 на тех парнях которые работают на заводах тяжелого машиностроения и прочих именно на них держится все они на вот этом вот хакерстве и прочей билиберде вот скажем так мощный гитарный довольно зверский рок-н-ролл боба сигера в группе the bob siger system три пластинки вышло под этим названием the bob siger system потом боб собрал другую группу которая называлась silver bullets серебряная пусть серебряные пули и настоящая известность к нему пришла как раз с этими серебряными пулями концертный альбом сэрбов сэрбов сэрбур от являлся одним из ключевых наверное концертных альбомов всех времен в америке это была мега популярная пластинка просто сумасшедшими тиражами она издавалась и продавалась но у нас как-то с этим не срослось с бобом родился он сорок пятом году и музыкой начал заниматься с 61 разные гаражные коллективы у него были выпускал он даже какие-то синглы которых я не слышал никогда вообще пластинки боба сигера довольно сложно у нас найти всего его очень локальной популярности но тем не менее две пластинки меня все таки есть у меня были silver bullets куда-то их заменял куда-то они ушли это не от того что они плохие мне не нравились а просто ну какой-то процесс обмена шел и они как-то очень логично вписались процесс обмена с выгодой для меня естественно естественно но тем не менее первый альбом the bobsieger system который называется ramblin gambling man вышел в 69 году вот такая обложка не отвечающая тому что мы услышим на альбоме не отвечать не соответствующие тому что там внутри а внутри там ядерный просто ядерный повторюсь гитарный мощный даже как сказать не знаю ритм и блюз рок-н-ролл рок-н-ролл в широком смысле этого слова в детройтском смысле этого слова то есть грязный агрессивный напористый и пруще на вас как вот просто какая-то огромная машина но при этом машина живая потому что боб сигер поют своим хриплом неистовым голосом орет и песня полосинка начинается собственно заглавной песни рэблин gambling man с вопля боба сигера из гитарных рифов и понеслось но здесь все достаточно еще прозрачно громко мощно жестко перегруженная гитара сигер играет сам на гитаре и поет и бэнд играет и клавишные барабаны бас но достаточно так все прозрачно вторая песня тоже ядерная атомная бьет в мозг но она более такая какая-то раздвинутая на более раздвинутая и отечественному слушателю и слушать наверняка будет приятней она более понятно не совсем уж не совсем убойный рок-н-ролл а все-таки такой ритм и блюз который ага-га-га третья песня айбери это просто психоделическая баллада акустическая полуакустическая ну под конец все равно там нарастает 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 и дальше наросло уже совсем наросло и заросло плотностью звука потому что вторую сторону начинают две песни почти по шесть минут каждая и первая песня построена на жутком гитарном рифе мощнейший гитарный риф крики боба сигера но все музыкально все музыкально и все это песня это не просто абы что такое это нормальный блюзовый такой замес очень тяжелый а вторая песня как бы является продолжением первой но она на басовых историях вся лежит и там даже не басовый риф а басовые такие сольные партии в блюз упакованные все-таки не выезжающие никуда не в джаз не не в хэй и метал никуда никуда а блюзовые истории басовая очень хорошо сыгранная и сидер продолжает орать и и и и и вот так вот сметать все своей ядерной гитары в общем пластинка очень хорошая продавалась вполне неплохо люди ее слушали люди и знали и любили вторую пластинку the bop siger system выпустили название его не по ее не помню у меня никогда не было я никогда не слышал может быть и к лучшему потому что она была провальная как пишут все критики и провалены настолько чтобы боб распустил команду искал что он уходит из шоу-бизнеса вообще из музыки напрочь все это это был провал это была катастрофа все не поперла уйду но буквально через пару месяцев пришел обратно собрал новый состав под тем же самым названием the bop siger system и выпустил отличный альбом мангерл называется дворняга вот это если кто любит тяжелый детройский хард-рок это то что просто надо это очень хороший альбом классический здесь есть все для любителей того самого тяжелого хард-рока тяжелый хард-рок да это такая хорошая правильно сказал тяжелый 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 рок и и по-русски по английски сразу в общем все отлично огромная толпа мы видим да боб сигер был страшно популярен уже тогда уже в семидесятом году я уже не говорю о конце семидесятых и восьмидесятых но здесь полный кайф все сонг сонг ту руфус первый номер традиционно как и здесь начинается с гитарного удара и рева крика боба сигера и пошел тяжеленный ритм и блюз но уже не раздвинутый не прозрачный а просто вот здравствуй город детройт сплошной гитарный навал сплошной просто бас-гитара все вот так вот вместе тут те такую да и сигер поет и сразу хочется жить дальше счастливо не просто жить дальше а счастлива и весело и все очень здорово evil 1 следующий номер раз полуакустическая такая кантри баллада и пластинка выстроена именно так громко тихо громко тихо громко тихо без затей что называется ну а зачем нам затеи что тут затея рок вообще не интеллектуальная музыка какой бы он ни был строк эта музыка не интеллектуальная она чувственная там интеллекта 0 хоть там софт машин хоть ес хоть дженесис что угодно никакого там интеллекта нет там чувство адреналин и энергии все и больше ничего нет а другое дело что красиво некрасиво кто красивее кто не так красиво это уже дело художника собственно ну после его 1 хайл и чайл чайлд еще более адская история ритма и блюза еще более жесткая громкая big river понятно что big river преддверие того что боб сигер будет делать группы иглз дальше у него вообще крен в сторону кантри вполне отчетливо несмотря на гитарный рев он любил кантри и любит слава богу эту музыку народную а когда у музыки народные корни то все получается очень хорошо и правильно ну и дальше мангел собственно следующий номер заглавный очень хорошая громкая яростная песня достаточно сложная в отличие от всего того что было раньше она достаточно сложная и люцифер последний номер который все критики превозносят и говорят что это лучшая песня на альбоме мне она не кажется лучше она такая она мне напоминает какой-то такой русский рок песня которую можно на лавочке петь под гитару при этом она очень громкая на лавочке под гитару с включенным дисторшином гитару через дисторшин и на лавочке под гитару так вот и петь гармония подходит под лавочку в полный рост но очень хорошо а вот тичин блюз на второе состояние первая песня я скажу так что чикагские блюзманы я ничего не перепутал да это из детройта я говорю про чикагских блюзманов они очень ругались на эрика клептона горюша эрик клептон украл у нас блюз я не знаю что они говорили по поводу песни тичин блюз потому что здесь боб сигер раскатал классический блюз если клептон его просто взял украл и стал играть так же как чикагские блюзманы да то сигер раскатал по асфальту этот блюз это блюз тичин блюз это блюз двухминутная песня но она разбор то есть взял блюз и размазал его просто разнес разорвал скомкал и выпустил в свет такой адский рев и драйв что чикагские блюзманы которые наверняка эту простеньку слышали наверно были в легком шоке и их пиджаки были осыпаны пеплом я не знаю ну а дальше здесь все хорошо и самое главное что песня рива deep mountain high mountain high каверда она сыграна из пета так тут даже лучше чем наверное эрик бюрден и исполнил и даже лучше чем авторы и даже лучше чем deep apple хотя эту песню испортить невозможно единственное кто могли бы ее испортить это группа абба которые слава богу и не исполняли испортить сложно его deep mountain high в общем пластинка мощная громкая яростная и я пошел пить пока